А пока о том, как хотели сделать лучше, но получилось не совсем. В одном из дворов Жизказгана аномальное явление – песчаные бури. И вот здесь самые интересные причины не в природных капризах, а в обычной, а позже, как выяснили наши корреспонденты, не совсем обычной детской площадке, которую построили за счет государственного бюджета. Жители уверены, проблема в некачественном выполнении работ. Теперь они требуют переделать благоустройство двора. Все подробности весьма неоднозначной истории в следующем материале. Эту детскую площадку по улице Победы у дома номер 23 в Жизказгане жители ждали 30 лет. Весной пустырь наконец благоустроили. Но то, что для детей радость, старшему поколению оказалось на беду. Во дворе теперь целый день песчаные бури. Элементарно не могу открыть окно, потому что вся пыль в квартире. Завезли 6-7 камазов песка. Песок, как бы песку рознь. Я, например, в моем понятии песочек должен быть желтенький такой, где малыши обычно играли. А этот песок, он как пыль, разлетается белого цвета. И таких площадок в городе появилось 10. Местному бюджету они обошлись в 2 миллиона 800 тысяч за каждую. Песком во дворах Жизказгана традиционно засыпают не только песочницы, но всю поверхность игровых площадок. Это отчасти выравнивает и смягчает местный каменистый и неплодородный грунт. Но крупность песка и его пылевые характеристики в тендерной документации не указаны. Средств в городском бюджете на благоустройство дворов было немного. Поэтому мы заложили покрытие площадок песком, провели конкурс и определили подрядчика. Но сейчас мы переговорим с ним, и если там действительно есть какие-то нарушения, подрядчик исправит. В этом году в городе будут благоустроены еще 50 дворов. Средств на них 500 миллионов тенге выделены уже из областного бюджета. Поэтому, заверяют местные власти, на площадках предусматривают уже современное покрытие. А значит, о песчаных бурях во дворах можно будет забыть. Игла Началов, Марина Золотарева, Сайна Лугельков, Василий Савкин. Туги дня, Карагандинская область.